Вы на канале, мы из Эстонии Вот, смотри мостик какой он поет Я чтобы не ходить Ну На улице Смотри какой мостик Офигеть, как это Речка поедет Все, мы в России Конечно А вас что-то не знают Ну где? Мам, где? Где носок, мам? Не знаю еще Регистрация очереди Вот здесь вот, почитай, остановись Регистрация в воде Для легкового транспорта В случае прибытия на контрольный пропускной пункт по Немуни Без очереди пересечение государственной границы не будет разрешено А очередь где? Приехали на таможню Литвы и Россия И не знаем даже, как тут надо делать оплату А очередь надо оплачивать или не надо Встали на таможню И стоим потихоньку Звежимся Сейчас подъедем к таможенной будке И узнаем Как тут пересекают границу Как тут пересекают границу Не знаю Не знаю Смотрят тут машины Не смотрят Люди выходят из машин просто Подходят к окошечку Подходят к окошечку Будки Просовывают документы И проверяют И они садятся в машину И проезжают дальше Через мост Видимо на российскую территорию Снимать нельзя Везде значки стоят А папа снимает А я втихаря Да А вот таковы стоят Да То есть ни за что не прачиваешься А это что-нибудь такое? Не обиделитель А вы первый раз видите? Я говорю Да Машина новая? Я говорю Нет 400 500 Через 200 лет Какая красивая Я говорю Мы уже два года Смотри какая арка красивая Два года мы ездили на ней Россия Смотри как красиво Почему здесь Вы не ездили? Потому что мы здесь Никогда не хотим посмотреть Не ездили здесь Хотим посмотреть Ау А горы тут А вот тут большие Привет Ооо Там собака Идёт Иди в компас Центра Где здесь Компас Вот Наша Вот Калининград Да Вот мы и прошли таможни Мы теперь Калининградской области Прошёл Целый два часа Здесь такая Час Целый час Да Там столько Отличий От российской Ну От нашей Российской Таможни Надо заполнять Дополнительную Ещё Объяснительную На транспорт И декларация Заполняется Совсем по-другому Сейчас будет Дорога поровней Покажем Вечный огонь Танк Вечный огонь Танк Если, например, в Нарви При пересечении Границы с Ивангородом Этого указывать не надо То Въезжая в Калининградскую область Надо обязательно указывать Количество детей Которые едут с вами Потом Сопровождающий багаж Надо ставить крестик И указывать там Количество машин То есть одна Кто ещё там был В отличии Какой Вольф А Нельзя сокращённо писать Страну То есть, например, если Пишем мы ЕР Эстонская Республика То здесь надо указывать Полностью Эстония Можно указывать Российскую Куда я Ну да Россию Можно писать РФ То есть Российская Федерация Не писать полностью А писать сокращённо Ещё Надо Иметь при себе Ксерокопию Паспорта И ЭД-карты Потом Они ещё дают Заполнять Объяснительную В которой указывают Своё имя Фамилию Где проживаете Место работы Телефон Эмейл Номер документа Какой документ Кем выдан И до какого числа он действует Куда следуете Да Ещё там надо писать Куда следуете То есть Если вы например Едете в Калининград То надо писать Калининград А если вы Да А если вы едете В Калининград А потом хотите Выехать в Польшу То надо писать Калининград Тирает транзит Польша Да То есть Надо всё указывать Так что Имейте ввиду Спросили Спросили ещё Документы На собачек Машину особо Не досматривали Собачек не смотрели Да Собачек не смотрели Документы просто Наличие Да Дальше Мы уже в Калининградской области Мчимся По просторам Тридцать пять рублей Тридцать пять рублей Что ты хочешь то? Да ничего Я хочу что поснимать Первый раз что ли? Тридцать пять рублей папа Мы заправляем машину дизелем В центре Европы За тридцать пять пятьдесят Почему это в центре Европы? Ну а потому что Можно сказать в центре Европы Ну и что? А обувь какая? Да Калининградская Да Сейчас заправим машину И поедем в Польшу Подписывайся на канал Алан Равгейс А за Саньку подпишитесь У Саньки тоже есть канал Она на моем канале Мы заправили машину И сейчас подъезжаем К российско-польской границе Вот сейчас Попробуем пройти границу Польшу И посмотрим Сколько у нас займет На это время Уйдет на это времени Да, Оль? Скажи мне Что значит Попробуем пройти? Да Мы ни разу здесь Не проходили Ладненько Здесь дешевые Тридцать пять-сорок Резет Что ты хочешь Алан А стоп-знак здесь видишь? А ты не видишь Стоп-линии стоп-знак? Нет? Проверила российская таможня Теперь поедем на польской На польскую границу Сейчас Здесь на России все быстро Оперативно Проверили машину Дверь я открыл Проверили машину Это быстренько Раз-раз-раз Все Все проверили вас? Да Подъезжаем к польской границе Вот так она выглядит Вот так она выглядит А мне когда 8-м и больше Куда еще больше С вами громад Мне казалось Мне казалось что она на 8-м и больше машина Что? ЕУ ЦЦ Черт поймешь Куда Что Подъедем там Где стоит машина И посмотрим Что из этого выйдет Ну я думаю Ну я думаю Что я хочу Чтобы меня ругают С камерой Меня не наругают У нас проверили документы Все Документы проверили Отдали Декарта Но не отдали паспорта Сказали что надо проехать Терминал 5А На досмотр Вот Мы подъехали к воротам И ждем Пока их откроют Не знаю что там будет внутри Потом посмотрим Расскажу потом Что там Как они досматривают Вот И у них нормы другие В Польше В Польшу можно ввозить топливо Из России Из России В Польшу ввозить топливо Можно целый бак Плюс канистра Каждые 3 дня Также Сигареты И спиртное Можно каждые 3 дня Ввозить То есть 10 раз в месяц Получается А сигарет сколько у них А я не знаю Я не спросил Сейчас спросим Вот То есть у них можно в день У них можно 10 раз в месяц Провозить полный бак С канистрой И Это спиртное И сигареты В отличие от Эстонии Где можно только раз в месяц Это делать Прошли Польскую границу Нас проверили Польская граница Полный фарш Загнали нас на досмотр Там сколько человек Человек пять Наверное да было Проверяли все Отгибали всю обшивку Поднимали пол Посмотрели Весь пенопласт Который запихан Там у меня Чтобы шума не было Доне пришлось Выселять Из машины Из клетки Они каждую обшивку Каждую фанеру На дверях Отгибали отверткой И светили туда фонариком Короче отношение такое Как будто Не знаю Контрабандисты Последние Открывали капот Смотрели Потом поднимали машину Еще на подъемнике Смотрели все дно Простукивали Все смотрели Залезли в сумку Со спальными С вещами И со спальным бельем Залезли в сумку Все Все доставали Все проверяли Все прощупывали То есть Идрусет Смотрели Искали сигареты Я не знаю Но Видимо подозрительно Что фургон Идет пустой И они думали Что что то спрятано Под обшивкой И поэтому Смотрели А ничего что фургон С ребенком С двумя собаками Вообще с семьей Ну видимо у них А что есть люди Которые Ребенком Потом проверяли Документы на собак Спрашивали еще Какие то сертификаты Но у нас только Паспорта Европейские Ну видимо их Это устроило Паспорта И все нормально В результате Мы потеряли На границе Час с копейками Час с копейками Ну если мы Полчаса российской Здесь полтора часа Где то потеряли На польской границе Вот То есть В результате В результате Потеряли мы Два часа На границе И я больше Через эту границу Никогда в жизни Не поеду Лучше я буду ехать Через сувалки Не нужно мне это топливо Российское По 35-50 По 36-50 Я лучше заправлюсь У нас в Европе И Но только не буду Проходить польскую границу Просто отношения У нас Если С Эстонии сравнивать Это В Эстонии Это можно сказать Мягкие еще Все очень мягкое Все очень вежливо Более менее Вежливо Да Более менее Здесь просто как вот Отряд СС Зашли в машину Давай все крушить Ломать Кидать Честно Я был в шоке Вот Я просто Я даже не знал Что им сказать Вот Просто в шоке Ну все Граница пройденная Полный бак топлива Можно ехать дальше Слава Богу Да Всем пока Если будет что-то еще интересное По пути Обязательно снимем И покажем Да Но уже ночь Вайс мы не получится Почему не получится Получится Если захотите Все Всем привет Вы на канале Мы застанем Подписывайтесь на канал Там есть Скоро буду выкладывать Новые видео Трейлеры есть Все есть Киева 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok